Как сажать луковицы гладиолусов весной? Вы узнаете о сроках посадки луковиц, где правильно их разместить, чтобы они прорастали, и как подготовить грунт ранней весной. В меру отдохнувшие луковицы гладиолусов готовы радовать садоводов цветочными стрелками. Осталось только посадить их в открытый грунт. Когда доставать луковицы гладиолусов на проращивание, вы сможете прочитать на сайте Тинейча-Инфа. Сроки посадки луковиц гладиолусов при температуре плюс 10 градусов в середине марта и в конце апреля. Посадку гладиолусов проводят ранней весной, но подбирают время так, чтобы луковицы не вымерзли. Посадочный материал после предварительной обработки отправляется в прогретую почву. Где посадить луковицы гладиолусов весной? На освещенном месте, в зоне с хорошим дренажем, на юго-восточной стороне сада, на ровной поверхности. Легче перечислить, где нельзя высаживать луковицы гладиолусов, так как есть ряд запрещенных мест, зон посадки, в которых материал погибнет быстрее, чем прорастет. К примеру, на склонах луковицы развиваются неравномерно. Цветочная стрелка не выйдет такой красивой, как на ровном месте. В местах с повышенной влажностью почвы или близким залеганием вод луковицы будут подгнивать. Южная часть сада середины весны – настоящая жарильня для нежных луковиц, но из-за темнения не вариант для выгонки. Когда вынимать луковицы гладиолусов на проращивание, читайте на сайте. Техника посадки луковиц гладиолусов весной. Подготовьте место посадки, удобрив и подрыхлив землю. Сформируйте общую траншею на 8 см вглубь. Посадите луковицы гладиолусов на расстоянии 12 см друг от друга, присыпав землей, смешанной залой. Немного пролить водой, сверху слой песка. Подготовка почвы. Суглинки разрыхлить песком. Песчаники и супесчаники удобрить глиной. Перекопать обычную трофяную дерновую с перегноем. Соблюдать все вооборот. После бобовых овощей и трав можно высаживать после корнеплодов. Нельзя. Кислотность почвы 6,5 pH. Ближе к нейтральной. Для того, чтобы гладиолусы в открытом грунте не болели, их сначала очищают и обрабатывают. Когда надо очищать луковицы гладиолусов, читайте на сайте. А затем проливают в настоеме чеснока или лука, либо фитоспорином. В чем плюс такого ухода? Предотвращение появления вредителей, болезней и развития гнили. Дополнительное обеззараживание выполняет посадка бархатцев, настурции и календулы. Как выгнать луковицы гладиолусов? Умеренный полив весной. Рыхление почвы на смеси для увеличения притока воздуха. Насыщение жидкими удобрениями поможет луковицам проклюнуться. Если вы использовали предложенную технику проращивания, то получите цветочные стрелки с пышными флагами гладиолусов над землей уже к июню. Продлить цветение поможет попеременная высадка ранних и поздних сортов. Развитие на участке будет проходить волнеобразно, затягивая сад цветочную воронку вплоть до конца августа. Интервал посадки луковиц гладиолусов с весны – один раз в 10 дней. Читайте также о правильном хранении луковиц гладиолусов зимой в домашних условиях, чтобы к весне можно было повторно выгонять прошлогодний материал. Пишите в комментариях, как вы сажали луковицы гладиолусов весной и как ухаживали и выгоняли. Нам интересно ваше мнение.